Всем привет! С вами Попова Екатерина, дизайнер интерьера. В этом видео я расскажу о 10 интерьерных приемах, которые я больше не использую в своих проектах. И чтобы не забыть, поставьте, пожалуйста, сразу лайк под видео, подпишитесь на канал и, нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о моих новых видеороликах. Начинаем! На первом месте соединительные металлические или пластиковые порожки между ламинатом и плиткой. Еще пару лет назад озадачилась вопросом, как можно оформить стык этих материалов без порожка. Проконсультировалась со своими строителями, менеджерами и все в один голос говорили никак. Ламинат нельзя приклеивать, прибивать и так далее. После этого решила рискнуть и все-таки сделала на одном из своих проектов стык плитки и ламината при помощи герметика. В итоге отличный результат, но нужно учитывать, что этот стык должен быть узким, иначе предсказания строителей и менеджеров могут осуществиться и ламинат вздыбится. На втором месте тумбы под раковину на деревянных ножках. Это уже личный опыт. Купила в свой загородный дом две тумбы из МДФ, у которых основания выполнены из этого же материала. Результат не заставил себя долго ждать. От постоянной влаги нижние части тумб расклеились и деформировались. То же самое касается обеденных столов на кухне, где мы чаще всего в доме моем полы. Деревянные ножки также быстро потеряют свой вид. О том, как выбрать тумбу под раковину и обеденный стол, у меня есть отдельное видео. Ссылки ищите в описании. Третье место отдам декоративному камню-песчанику и его рваные укладки. Невероятно популярным это решение было в начале нулевых. Я даже нашла фото своего объекта, в котором я использовала этот приемчик. На самом деле рваный камень не так уж и плох, но применять его нужно аккуратно. Например, в загородном доме в горах и в интерьерах в стиле шале или рустик. Лучше, если рваный камень будет более однотонным и укладывать его следует на всю стену целиком, без рваных кусочков. Но, пожалуйста, не делайте такие фрагменты в своих городских квартирах. При их виде возникает ощущение, что сосед предложил отдать свои остатки после ремонта, и их раскидали по стенам. На четвертом месте кожаная мягкая мебель и стулья. Из личного опыта. В моем загородном доме был установлен кожаный диван. Так как в доме находятся сауны, я хотела предусмотреть практичное покрытие, не боящиеся влаги и удобное в уборке. В результате получила диван, с которого в одежде скатываешься, а без одежды прилипаешь. Зимой на нем сидеть прохладно, а летом липко. То же самое касается и обеденных стульев. Поэтому, скажем, нет кожаным покрытием в диванах, креслах и стульях. Пятое. Белые пластиковые подоконники. Это самый бюджетный и практичный вариант, но если вы хотите, чтобы ваше окно не закрывал тюль, и подоконник не портил внешний вид интерьера, откажитесь от белых пластиковых подоконников. В качестве альтернативы можно использовать те же пластиковые подоконники, но в пленке с текстурой под дерево или камень. Уже установленный подоконник можно покрасить или оклеить пленкой. А если подоконник еще не установлен, рассмотрите альтернативный вариант из МДФ, дерева или искусственного камня. Кстати, об использовании подоконника в качестве дополнительного места хранения я рассказывала в одном из своих видео «Топ 7 идей для маленьких квартир». На шестом месте кухня с темными крашенными фасадами, на которых видны все подтеки, отпечатки пальцев и другие следы пребывания человека на кухне. Этот опыт тоже из моей личной практики. Заказала в загородный дом кухню двух цветов. Решила нижние ящики сделать темными, так как ими пользуешься чаще и грязи вроде бы не должно быть видно. А верхние выбрала в белом глянце. На практике получил все наоборот. На белом глянце ничего не видно, а вот на темных матовых фасадах было видно все. Приходилось чистить нижние фасады по два раза на день. Поэтому, если вы хотите кухню с темными фасадами, выбирайте текстуру под дерево и желательно не однотонную, а с прожилгами других цветов. Седьмое место. Белый пол. Ровный белый цвет на полу принесет вам еще больше проблем, чем темные крашеные фасады у кухни. На белом полу виден каждый волосок, каждая пылинка и соринка. Светлые полы это всегда празднично и нарядно. Но делаем его неоднородным, с краплениями под мрамор или дерево, с максимальным количеством присутствия оттенков и прожилок. Восьмое место займут устаревшие цвета и текстуры мебели, дверных полотен и напольных покрытий. Такие как груша, бук Бавария, вишня Оксфорд. Проще говоря, текстура дерева с красноватыми и оранжевыми оттенками. Мебели межкомнатной двери из ДСП МДФ, выполненные в таких цветах, сразу уносят нас в нулевые. Выглядят бюджетно и старомодно. А если вы хотите текстуру дерева, то рассмотрите разные оттенки с текстурой дуба. Из темных вариантов ореха или мокка. Главное правило, искусственный материал должен быть максимально естественным и похожим на натуральное дерево. На девятом месте огуречные орнаменты, которые чаще всего продолжают использовать в фасадах для шкафов купе и настенных обоях. Крупный растительный орнамент с завитушками уже отжил свое. Думаю, моду на него когда-нибудь вернется, но сейчас ему не место в интерьере. Выбирайте обои и фасады для шкафов с геометрическими орнаментами. И десятое место я отдала кухонному фартуку под мозаику. Еще лет 10 назад фартук из мозаики выглядел свежо, стильно и современно. Но сегодня такое решение не в тренде. Мозаика продается в гигантском ассортименте и выглядит очень симпатично. Но это решение больше подойдет для душевой или бассейна. А для кухни подбирайте фартук более уютный. Например, керамогранит под деревом или плитку с мелким геометрическим орнаментом. Вот и все на сегодня. Напишите, от каких интерьерных решений отказались вы и почему. Всегда рада вашим лайкам. Подписывайтесь на мой канал Школы Дизайна Кати. И до новых встреч! Кстати, на 11 месте радиусные кухни ядовитых цветов, а еще низкие пластиковые плинтуса под дерево.